Значит, Центр гражданских свобод проводил семинар по правам человека на выходные 30 ноября, 1 декабря. И, собственно, большинство участников с утра приехало после насильнического разгона студенческого Евромайдана. И возник вопрос, что будет много пострадавших, уже было понятно, что будут многочисленные судовые процессы. И, собственно, инициатива была создана с целью юридической помощи пострадавшего, поскольку, как вы понимаете, многие у нас даже не знают своих каких-то базовых прав юридических. Я родонцов, слух о вас. Собственно, как непосредственно проходит наша работа. У нас есть, мы сидим как бы в офисе, у нас есть телефоны горячей линии, у нас есть компьютер с интернетом. Мы ведем базы пострадавших на интернет-ресурсах, то есть у нас непосредственно на компьютерах на жестком диске ничего не хранится. Кроме того, мы общаемся через Фейсбук и мы ведем странички в Фейсбуке, Вконтакте, в Одноклассниках и в Твиттере. Это помогает нам оперативно отслеживать информацию, это помогает нам постить фотографии, скажем, потерпевших или пропавших без вести. И после чего как бы по цепочке ширится дальше, 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 дальше и в результате чего мы можем получить либо, скажем, достаточно важную, недостающую нам информацию, либо найти человека. Скажем, найти пропавшего, которого, скажем так, похитили люди в штатском, методом нельзя, но найти пропавшего, у которого разрядился мобильный телефон, который боится показываться на публике, потому что боится преследований, уточнить какую-то информацию, найти пропавших, которых мы не знаем, в какую больницу повезли, таким методом можно. Собственно, кроме того, как бы ведение страничек в онлайн-медиа, в Веб-2 протокол, позволяет нам оперативно получать обратную связь. То есть мы постим, например, какую-нибудь инструкцию, как вести себя в ситуации, если вас задерживают на улице или к вам пришли в квартиру с обыска. То есть, например, информация о том, что согласно 63-й статье Конституции, вы имеете право на адвоката и имеете право не давать показания в отсутствии вашего адвоката, который поможет вам их сформулировать таким способом, чтобы к ним нельзя было придраться. Или, например, нам задают вопросы, сообщают какую-то важную информацию, не только посредством телефонной связи, но и посредством интернет-общения. Кроме того, через онлайн-медиа мы общаемся очень часто с прессой. То есть это скайп-конференции, например, на радио, это рассылка информационного бюллетеня, это онлайн-трансляции телевидения и радио, в которых мы принимаем участие. Мы контактируем с родственниками, мы наставим, чтобы они писали заявление в милицию и чтобы они нам высылали фото-видеоматериалы, которые мы потом выставляем на наш сайт. Значит, методом перепостов в интернет, на интернет-ресурсах. Кроме того, мы регулярно обзваниваем РОВД и больницы. Ну, собственно, таким образом мы находим людей. К сожалению, иногда оказывается, что люди считаются пропавшими просто потому, что от момента их задержания до момента их регистрации в РОВД проходит достаточное количество времени. Собственно, информацию мы в конце дня сводим в информационный бюллетень. Там мы отмечаем события, которые произошли за день. То есть, сколько потерпевших, сколько пропавших без вести, сколько нашедших. На что следует обратить особое внимание. Ну, вот, например, когда пропал бывший прокурор в Запорожье. Мы там перечисляем все, по возможности, все суды, которые назначены на следующий день. И просим поддержку медиа в этих судах. Ну, пытаемся дать, скажем, аналитику, на что следует журналистам обратить особое внимание. И вообще, как бы, привлечь внимание общественности. КОНЕЦ КОНЕЦ